А сегодня воспитательниц за храбрость, почетными грамотами наградил губернатор и красноярские полицейские. С героинями наконец удалось пообщаться и с журналистом. Сегодня они впервые рассказали, как обезвредили женщину с ружьем. Прием, при помощи которого удалось уложить злоумышленницу на себе, испытал и наш корреспондент Денис Козлов. Она, видимо, не видела меня. Просто это так прям доль секунды. Ира пробежала, я сразу встаю, так подхожу к ней. Вот так, три раза, и все. И все, и мы лежим. Таким вот нехитрым борцовским приемом Наталья Стус свалила девушку, которая пришла в детский сад с ружьем. Ни страха, ни сомнений, на все доли секунды. Тут, конечно, спортивная подготовка помогла. Девушка много лет ведет физкультуру у дошколят. С детства ходила на борьбу. С 96-го тренировалась в красноярском хоккейном клубе. Но даже такой подготовленной спортсменке было непросто. Я еле-еле удержала, потому что пока я ее держала, это ружье, я помогала, потому что я одной рукой не могла отодвинуть ружье. И потом, когда выхватили ружье, у нее сразу же оказался этот баллончик в руке. Я вообще прям сильно напугалась, потому что я думала, что это у нее какая-то граната там. Ну, просто большой палец. Ну, как, знаете, вот фильмы. В операции по задержанию злоумышленницы участвовали три воспитательницы. Ирина побежала звать на помощь и закрывать двери, где в это время спали дети, когда стало ясно, что внутри человек с оружием. Уже потом выяснилось, что патронов в карманах было несколько десятков. Страшно даже представить, что было, если бы они были использованы все. К счастью, ружье выстрелило только один раз. Но с виду спокойные и мягкие девушки не растерялись, даже когда в ходе борьбы над ухом раздался сильнейший хлопок. Ну, сильно ухо заложило. Я прям в ту секунду подумала, блин, прям как в фильме. Но почему-то, я не знаю, может быть, она думала, что выстрелит, и все, сразу все разбегутся. Но наоборот, другая реакция. Вот она выстрелила. Наверное, она в этот момент или расслабилась, почему-то удалось выхватить вот это вот оружие. И все, и потом дальше уже и с наручниками прибежали, и уже мои ноги связали, и втроем вот так сели на нее. И держали, пока, да, вот, Росгвардия приедет. Но работали слаженно трое. Именно Евгения первая забила тревогу. Она еще на входе заметила подозрительную девушку. Та зашла с улицы в одном сапоге. Началась с ней разговор, тянула время, предложила раздеться, и когда поняла, что есть угроза детям, начала действовать быстро. Перед глазами встала картина, вставлено ружье у нее в брюки, и определенная часть ружья торчит из брюк. Я крикнула своей напарнице, Ира у нее оружие, и побежала сообщать, чтобы вызывали охрану. Испугу тут места нет, тут надо действовать, чтобы спасти жизни. Сегодня девушек награждал губернатор. Они уже внесли себя в неписанную книгу от важных женщин-героин нашей страны. Им уже вручили грамоты от губернатора. Кроме того, Александр Ус представил их государственным наградам. При этом даже после таких почестей они остаются обычными, хорошими людьми. Например, Наталья сегодня сразу после торжественных церемоний пошла тренировать ребятишек. На то они и герои. С виду обычные люди, только с большим сердцем и огромным запасом смелости, которые любят свою работу.